Ростовский музыкальный театр Жанна Дарк. Злободневно, откровенно, бесхитростно. О настоящем герое в силе своей веры и великой теме женщины, прошедшей тяжелый и крестный путь, истрепетной хрупкой девушке, превратившись в бесстрашного воина, закованного в латы. Это удивительное сочинение. Удивление вызывает то, что она не так популярна, как другие оперы Верди. Но это, наверное, от нашей косности и недальновидности, потому что сочинение настолько оригинальное и настолько прекрасное, что вот мы сейчас находимся в состоянии эйфории от материала. Мы его воспринимаем как какую-то небесную музыку абсолютно. И очень сильная драма. Дело в том, что сегодняшнее время, оно очень напоминает вот то смутное время во Франции, накануне войны с Англией, во время войны с Англией, когда понадобился герой. Пускай это девочка, но которая спасла страну. Сегодня нам тоже нужны герои. Мы слишком увязли в распрях, в болтовне. И, конечно, вот такая личность, она притягивает. И всегда интересно играть то, что волнует сегодня. Поэтому абсолютно сегодняшний спектакль, несмотря на то, что все признаки исторического спектакля. Я приверженец традиций в том смысле, когда мы пытаемся выполнить задачу автора, который ставил. Потому что он уже на своем уровне сильно изменил историю. Дело в том, что исторически Жанна Д'Арк сгорела на костре. Он не хотел этой ужасной смерти. Он сделал ее вознесение. Она уносится туда в небо и смотрит на нас оттуда. Вот. И поэтому я попытался сохранить именно этот мотив сожжения. У нас есть драматический такой эпизод, когда сжигают тоже невинную девочку в самом начале. Как бы вот история Жанны, она начинается до ее появления. Вот. И поэтому я хочу, чтобы артисты этого театра, они прониклись именно вот этим. Они играют сами себя. Они играют свою судьбу, которая могла бы у них быть. Будь они чуть-чуть бесстрашнее, чуть-чуть честнее и так далее. Поэтому спектакль, я не знаю, как он будет восприниматься. Я надеюсь, что мы будем играть честно. Мы будем честны с публикой. Мы споем очень сложную музыку. Он был молодой и еще не знал всех тонкостей. Бальканто. И поэтому писал, как чувствовал. И это очень важно. Поэтому все наши составы, а мы очень богаты, я репетирую четыре состава исполнителей. Они все разные, но все очень талантливые и желающие. Это самое главное. Поэтому надеюсь, что спектакль будет искренний, очень драматичный и попадающий в сердце. Грандиозная премьера Жанны Дарк 17 и 18 июня обещает стать событием всероссийского масштаба. Режиссером и художником-постановщиком спектакля стали самые востребованные российские мастера. Народный артист России Юрий Александров поставил в музыкальном такие знаковые спектакли, как «Мадам Батерфляй» и «Князь Игорь». И народный художник России Вячеслав Окунев. Автор сценографии опер «Регалетта» «Травиата», балетов «Лебединое озеро», «Корсар», «Гамлет». Дирижер-постановщик, заслуженный артист России Андрей Аниханов. Хармейстер-постановщик, заслуженный деятель искусства России Елена Клиничева. Художник по свету Ирина Вторникова. Весь этот процесс похож на обыкновенное чудо, когда из небытия вдруг появилась эта опера. Потому что не секрет, что она не ставилась, не ставится. Она даже не упоминается в перечне наиболее известных опер «Верди». Как-то так ее всегда обходили стороной. А нам хотелось какого-то такого. Театру хотелось иметь какое-то произведение в репертуаре, которое редко идет чем-то удивить наших дорогих зрителей. И для себя, в общем, какой-то сделать, наверное, интересный, мощный, профессиональный шаг вперед. Творческий шаг. Вот я так думаю, что эта опера дает нам такую возможность. Она одна из ранних опер «Верди». И, видимо, как-то так вот проскочила мимо внимания публики. Но сейчас, к великому счастью, попалась нам в руки. И я думаю, что вот и знакомство с ней, работа над этой музыкой доставляет очень много хлопот. Очень сложная музыка, сложный сюжет необычный. Здесь нет какого-то такого острого треугольника любовного, привычного для всех опер. Здесь, наверное, может быть, трудно будет влюбиться в героиню или в героя, как это обычно зритель привык. Как мне всегда казалось, нужно влюбиться, чтобы сопереживать, соучаствовать и быть, так сказать, в материале. Тем не менее, невероятно интересно. Во-первых, потому что музыка, все-таки музыка, во-первых, это «Верди», и это совершенно потрясающая музыка. Удивительной красоты музыка. Она сколь сложна, столь и прекрасна. Ну, наверное, это взаимосвязано между собой. Могу вам сказать, что она, наверное, сродни аресты для нас, для артистов хора по объему материала, по сложности материала, по времени участия в спектакле. Как говорится, нами начинается и заканчивается опера, и почти мы не уходим. То есть, очень много действующих лиц, хор, как всегда, в разных ипостасях. Это и горожане, это и знать, это и слуги, и английские солдаты, и французские солдаты, селяне и так далее. То есть, очень много персонажей всяких. И вот вся эта канва драматургическая, она довольно сложная, довольно сложная. Но тема интересна. Жанна Дарк – юная орлеанская дева, пожертвовавшая собой ради своей отчизны. Ее подвиг увековечен в тысячах произведений литературы и искусства. Заставляет вновь и вновь обращаться к теме веры и безверия. И сопереживать главной героине, на долю которой выпало немало испытаний. Это молодая девочка, которая, в принципе, ну, знаете, как ведунья, знахарка, которая лечит, которая умеет, как небольшая, маленькая колдунья. То есть, в хорошем смысле слова, не ведьма, нет. Вот она такая от Бога, Божий посланец, который может видеть параллельные миры, параллельные, ну, что-то более высшее. Другие слои. Общается с богами, там, со всем. У нее Богом дан этот ресурс, эти возможности. И она вот эта маленькая девочка, которая, в принципе, молоденькая, да, которая, в принципе, не может за собой повести, по идее, вдруг превращается в такого деву-воина, которую свыше дано это сделать. И увлекает всех остальных. Либретист Верди переосмыслил хорошо известную историю Орлеанской девы, развернувшуюся в 1429 году. Главным стало введение любовной линии Жанны и короля Франции Карла VII. Женщина, она не может, она и без истории любви. Она и разрывается между чувством долга, чувством христовой невесты и плотскими какими-то вещами, которые навсегда сопровождают женщину. И вот именно эта драматургия, вот этого разрыва, когда она идет на этот разрыв, она очень отчетлива в этом спектакле. Ну и кроме того, Верди придумал удивительную вещь. Он придумал историю ее взаимоотношений с отцом. То, что вообще всегда было за кадром. И кто ее отец, мало кто он знает. Но вот это предательство отца во имя какой-то фанатической идеи, Вообще фанатике это страшно во всем. В политике, в экономике. Фанатизм это чудовищная история. И вот когда в семье внутренний Азлат, эта линия очень отчетливо просматривается, ну и в этом спектакле. Но и с другой стороны есть исповедальность, Потому что отец понимает весь ужас содеянного. Потому что она гибнет и по его воле тоже. Поэтому четыре исполнительницы, потому что мы не имеем права кому-то не дать эту партию. Есть очень голосистый театр. Очень. И я рад, что четыре исполнительницы очень разные. Я всегда ставлю на артистов. Конечно, смысл общий. Мы играем ту задачу, которая поставлена для всех. Но они разные. У одной более лирический голос, у другой более драматический. И надо искать какие-то подходы к ним. Потому что одевать концепцию режиссерскую, как резиновую шапочку на всех, одну и ту же, это неправильно. Поэтому мне интересно это, что и тенора у меня разные. И по росту, и по фактуре, и по голосу, и по темпераменту. Значит, надо каким-то образом пристраиваться к ним, искать их органику. И вообще, я думаю, что этот спектакль принципиально будет отличаться ансамблем, прежде всего. То, что самое важное в театре – ансамбль. Не я и все остальные, а мы. Яркие, сильные характеры главных героев, масштабные декорации и эффектные костюмы. Это полотно невероятной сложности, эмоциональной глубины и трагического содержания. Вся команда работает над постановкой буквально на износ. И все увлечены, захвачены постановочным процессом. Благодаря режиссеру Юрию Александрову, который, пропуская через свою душу знаменитую историю, открывает перед артистами музыкального все новые и новые страницы биографии Жанны Дарк. Это один из самых лучших в мире режиссеров. Даже не в стране, а в мире. Я думаю, скорее всего, самый лучший, на мой взгляд, режиссер. Потому что он каким-то магическим образом заставляет прочувствовать, переживать, передавать. И у него такие интересные образы, что поначалу я даже не догадывалась, что Жанна будет именно такой, как сейчас она выйдет на выходе. Это очень интересно, и я думаю, что зритель будет в восторге. Так как действия происходят в средневековье, у нас очень много работы над доспехами, над пушкой, например, это как военная техника. У нас много, так как это средневековье, это 15 век, это все в готическом таком стиле, в таком мрачном. И, соответственно, такие у нас используются мрачные цвета, оттенки. Также и дворцы, и богатства. И мы работаем над флагами. Сами флаги, это тоже очень кропотливый и трудоемкий труд. У нас очень много людей задействованы над их работой. Лица, все тела, все это расписываем вручную, делаем объем, чтобы это очень красиво смотрелось на сцене и эффектно. Также у нас есть огромное количество скульптур, над которыми мы работаем. И работает бутафорский цех. Ой, это очень тяжелая работа, скажу. Потому что из огромных пластов вырезаются такие красивые фигуры. У нас даже позируют люди. И, соответственно, потом так же переходит это все к нам после всех. Мы уже дорабатываем. И мы делаем их как 15 век. Застариваем. Делаем вот этот эффект такой вот мрамора. Вместе с художником Окуневым, замечательным художником, с которым я работаю всю жизнь, мы искали такую атмосферу, чтобы артист был как на ладони. Чтобы было все просматривалось, все пространство. Эти гигантские лестницы, уходящие на век. Это пламенеющая готика Реймского собора. Вообще, я думаю, что будет на что посмотреть, и не только услышать и понять. Очень неизысканные костюмы. У нас большой увлекает балет. Потому что он оттеняет вот эту пластическую драму. И у нас тут есть и бесы. У нас тут есть и бесноватые, и сатанисты, и роденовские влюбленные пары, белоснежные юноши и девушки. То есть весь спектр. Потому что мы начинаем как бы со сцены зарождения жизни на земле. Когда появляется мальчик и девочка маленькая, потом еще пара, еще пара, еще пара. И начинается жизнь, и появляются сатана и ангел. И вот всю жизнь человечество мечется между сатаной, соблазном, святостью и ангелом. И об этом спектакль. История юной орлеанской девы, пожертвовавшей собой ради отчизны, на главной музыкальной сцене юга 17 и 18 июня. Премьера, которая войдет в века.